Детектор правды Я в школе, там, в классе шестой-седьмой пришел на экзамен И тут мобильник зазвонил, а я сказал, что это не мой, это у соседа Ой, кто-то забрал сейчас, какой позор, какой позор Почему, почему, так и было все А мобильников тогда не было еще А, а, а-а-а Но, зато теперь ты знаешь, когда я последний раз наврал Прав Детектор правды на MTV Но вот здесь мы Нас постоянно спрашивают, что вы там делаете Ну как нас, как нас, меня А я на меня Тебя обычно сразу бьют Да, кстати, да Друзья, действительно, многие спрашивают, а что, где, когда Да Ты откуда, ты чей, что ты там делаешь вообще На все вопросы ответит наша видеоинсталляция Итак, дамы и слава Вы сидите прикованные к этому красивому белому стулу Проводами стоком И мы задаем вам 25 каверзных злых вопросов Уважаемые, будьте с нами честными И только тогда вы сможете выиграть наш главный приз Один миллион рублей Не лгите, потому что мы сразу об этом узнаем И тогда миллиона вам не видать Кстати, простите Ой, простите Извините Ой, ты господи На все вопросы можно отвечать только да или нет Фразы типа Я не знаю Я сомневаюсь Оставьте для своего бухгалтера Только в нашем шоу быть честным выгодно Сказал правду, собрал деньги Детектор правды следит за каждым вашим движением Частота дыхания, мигания, сокращение сердца Непроизвольные движения рук и ног И даже электрическая активность кожи и мозга Помогут нам узнать всю правду И даже если наш герой внешне реагирует на них вполне спокойно Никакой дезодорант не сможет обмануть детектор правды на MTV Друзья, как всегда к нам пришел гость Как всегда не один Конечно, он взял с собой человека, который знает о нем многое А если не многое, то самое главное Достаточно Мы называем этого человека Джокер Удага Итак, уважаемый Джокер Расскажите нам немножко про нашего сегодняшнего гостя Мы хотим сказать больше грязи Давай Я пришла сегодня с своей подругой Это замечательный, талантливый человек Ей не стоит врать, потому что она это совершенно не умеет делать И вот наша гостья уже здесь Она пришла Ну, ребят, вы так хлопаете, как будто там Пугачева Может Пугачева, но пока мы об этом не знаем Уважаемые гости, вы уже там? Да, да, да Я просто проверяла связь Скажите, вы готовы честно отвечать на 20 вопросов, чтобы выиграть миллион? Да У нас есть эти вопросы Покажите нам, пожалуйста, для начала Тень этой нашей сегодняшней гости Это, судя по потене, это не фиртите на капельнице Да, не фиртите на капельнице Капельнице не фиртите там, то есть Поэтому не фиртите с нами и отвечайте на вопросы Не фиртитесь на право, на лево Вопрос номер один Поехали! Конечно Конечно же, опять, очень важный для нашей программы Так, ты врёшь в интервью? Да, бывает Да Бывает Бывалый Бывалый у нас Компьютер? Правда То есть, в принципе, в принципе Всё остальное дальше уже не имеет особого смысла Врунишка пришла Вдруг вопрос, который будем задавать, попадут прямо вот в честную струю Главное же не про полицию, главное ответить честно Согласен, согласен Итак, следующий вопрос Абрамович Р Да, спрашивает Из Чукотки Скажи, пожалуйста, ты всегда даёшь долги? Да Компьютер Компьютер Базу должников пробей быстро Правда Гоу! Пока всё простенько Ну да Да, пока всё честно Самый начальник Вопрос третий Ты считаешь фирт изменой? Нет А, молодец Компьютер Правда Отлично Три вопроса, три честные Честных ответов Правда Смотри, честных ответов Спрашивает тебя Ты когда-нибудь встречалась с женатым мужчиной? Нет Компьютер Правда То есть каждый раз Амуха паспорт По паспорт Так, руку посмотрела Нормально, пойдём Так, последующий Так Это ты подписал Или я? А, Дювбанов, Никита Да, я А, ты ходишь по квартире голой? Да Примера не ходит Но знаю, что у неё окна большие И напротив Жилой дом Где квартира? Не скажу За отдельную плату я могу рассказать Диана Итак, ходишь по квартире голой Утвертая Компьютер Правда ли это? Правда Другой вопрос Меня больше интересует А с кем ты живёшь? Да, надо Скажу Нет Скажу С кошками Если с родителями Кошек у меня много дома Много кисок дома Я понял Я понял Ну при кисках-то можно голой Конечно Киска Дорогой киска Сделай мне яичницу Вот так Киска А ты пока там Постель прибери Огромные, перекачанные Такие эти самые Такие мужики такие Да, я твой киска Я твой котёнок Я же для тебя заткнись Хорошо Продолжаем Следующий вопрос Коммерческий Давайте За крупную сумму Снимешься ли ты В рекламе прокладок Или тампонов? Ну да, конечно Я же не мужчина Я же женщина Почему бы И не сняться Конечно Да Да Отвечаю там Нюша Но Правда это или нет Мы пока не узнаем Нет-нет-нет Чтоб понять Снимется ли она в рекламе На самом деле или нет Надо посмотреть Немножко рекламы Да, но перед этим Подожди Я должен кое-что рассказать людям Ребята, друзья Давай, давай Страна Слушайте шоу Детектор правды На радио Энерджи Каждое утро С 9 до 10 часов утра В утреннем шоу Black to White А вот теперь Реклама На MTV Yes Орландо Блум Что это нельзя сделать в фитнес-зале Нельзя Как изменения в теле преображают дальнейшую жизнь Он несчастен, это по-моему видно Физика нереального Игра в пластику Скальпель решает все В пятницу 22.00 При поддержке Радио Европа Плюс Я хочу, чтобы мир был безопаснее Я хочу, чтобы меня окружали красивые вещи Я хочу радоваться каждому дню Я хочу обладать идеальной техникой Я хочу, чтобы все дороги для меня были открыты Новый Volkswagen Polo Я так хочу Volkswagen Das Auto Все, блажь Духи прошлого, настоящего и будущего Рождества Заставят поверить в чудо Джим Керри в страшно доброй сказке Рождественская история В кино с 19 ноября Все, блажь Колеса? А, я понял Вам нужен другой пидстоп Я покажу, как вам проехать Намного удобнее, когда одна компания решает все ваши вопросы Теперь МТС отвечает и за качество связи, и за качество телефонов Первая линейка телефонов МТС При покупке в любом салоне-магазине МТС 300 минут СМС-подарок МТС – оператор качества Яичную лапшу меня научила готовить бабушка А теперь лапшу за меня делает Роллтон Мне остается только сварить Готовить гораздо проще и быстрее Моим домашним очень нравится А что, бабушка приезжала? Яичная лапша Роллтон По-домашнему вкусно Здравствуйте, я Владимир Коробко Приглашаю вас на вокальное отделение Школы-студии современной эстрады кино и телевидения Начни свой звездный путь Телефон 645 0707 Лапрадио представляет Новый альбом Шакир и Шивульф Уже в продаже День рождения МТВ только раз в году Значит, двигаем туда, где тепло и весело На Кипр Все звезды уже на борту Виагра, Дима Билан, Сергей Лазарев Глюкоса, Диджи Смэш, Серебро НТВ Бёрддэй Дэнс Патии на Кипре 4 декабря Монте-Капуто Лимассол Ой, давай, кстати, ты вообще как? Ты спортом занимался такой в Олимпиечке сегодня, Фрэнк? Спортом занимался? Спортом, да Чувачила Чувачила В третьем классе я уже умел 17-й юношеский по плаванию Занимался без спорта Имел хлюпик Чего? Тощий вообще Я в пятом классе уже занимался, был мастером спорта по хоккею Шайбочкой Я просто, что я веду шоу с задохликом, да, каким-то? К восьмому классу, чувак, в моей карьере было 36 боев в боксе Из них 38 победы нокаутом, чувак, понял? Понял? Да Чего? Ты такой, ты такой, ну, совсем худенький, ты себя береги Ты болезненный ребенок, вообще, сути, да, был? Ага, ага Потому что я к девятому классу Чего? Я два раза выиграл чемпионат мира по хоккею Это только за одну четверть Это ты был? Я был Да, но все-таки мы мощные Мощные, мы мощные Может, теперь вернемся к правде? Давай, давай Это детектор правды на MTV И вы мощные мужики все-таки, да, да Есть Нюша Есть Нюша И на вопрос Снимется ли за крупную сумму она в рекламе тампонов, а не прокладок Она ответила Да, конечно Даже гордо, я же не мужик Я, да Я же не мужик, конечно Как будто были варианты Пусть все подумают, что, как бы, у меня тоже синяя жидкость такая, прозрачная Итак, компьютер, ты-то знаешь правду Говори Ты-то залез в глубину души Нюшиной В глубину души Нюшиной В глубину души Нюшиной Ну, в принципе, действительно, да Ну, а что готово, в принципе? Привет, я Нюша, я певица Я чувствую себя сухо, комфортно и мужиком Понятно, понятно А, девочки, мальчикам это смешно Да Нам немножко это смешно, давайте признаемся, но Несколько дней в течение месяца нам это вообще не смешно Вообще не смешно, вот это иногда бывает Так, поехали дальше Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Или просто она не развлечалась, а она как-то это работала Да, может, для нее это не развлечение, а сакс-грушка Ну какие вы пошлые мальчики, ну ужас какой-то Мы естественные, мы естественные Не дарили, Ньюша Почему? Что же тебе на день рождения дарят? Господи, боже мой Я, кстати, на день рождения ничего не подарила Что-то нужно исправить Следующий вопрос прислал нам Андерсон из Л.А. Расскажи, пожалуйста, Ньюша, тебя устраивает размер твоей груди? Твоей? Твоей? Твоей груди? Твоей груди? Я поняла Ну я не знаю Смотри, когда как На самом деле это сложный вопрос Потому что девушки всегда, они капризные Они к себе очень придираются С одной стороны, в принципе, я всегда довольна Но возможно, где-то в глубине дыши Возможно, когда у меня критические дни Все плохо О, это очень хорошо Положай И мне действительно, возможно, хочется чего-нибудь и побольше А девушка в бинокрах отнутрёт, что взяла, так посмотрела Ну, я даже не знаю, что отлично Нюша, довольна ли ты размером своей груди? Да или нет? Да или нет? Нет Компьютер? Сиди, ноги на MTV Правда ли это? Правда? Правда? Ну, а сейчас не даму Ну, ложный вопрос Потому что сейчас, заранее хочу с вас подать Сейчас будет задать вопрос дама Которая довольна Которая очень довольна Причем даже мы довольны размером ее груди Да? Я думаю, все Радио-диджей ведущего утреннего шоу Black to White Эдгар Настайл Привет Привет, девчонки Нюша, привет А у нас троих У тебя сегодня был секс? Нет К сожалению Поправимо Сегодня еще не закончилось Компьютер Сегодня Что там у Нюши бывает? Нормально Ну, что же делать? Ну, тогда нам осталось только одно Слушайте Детектор Правды каждое утро На Радио Энерджи С 9 до 10 часов утра В утреннем шоу Black to White И у вас будет секс Нюша, ну, на самом деле Ну, как бы Крепись Нормально Что, держись Следующий вопрос Очень жизненный Прислал нам его Стандартный тест в любом глянцевом журнале Ты ела таблетки для похудения? Нет Нет, конкретный Типа там вот что-то прям Китайский Сбросить за неделю 10 килограммов Для похудения Нет Нет, нет Не ела, что ли? Никто с ней таблетки все сделал Смотрю сегодня Нет, нет, нет Итак, правда ли это? Не ела ли никогда Нюша таблетки для похудения? Похудания? Правда? Нет Похудение? Нормально Похудение? Нормально Хотя, конечно, вот сейчас вопрос будет, да? Он будет странным образом пересекаться с предыдущим вопросом от радио, но ладно, неважно Да, давай Ты стесняешься покупать презервативы? Ну, вообще, я, честно говоря, этим не занимаюсь Попробуй Нет, нет, нет Этим не занимаюсь? Ну, в смысле, мне кажется, что все-таки как-то должен об этом позаботиться молодой человек Взять на молодой человек Вот когда вот не надо, не надо соответствовать А когда это, а когда там Нет, ну, а как? Конечно А когда ты тратил зарплату, так начали мне сумочку Я же женщина Очень просто, смотри, очень просто Давай, смотри Я Нюша Чё тебе? XXL черные Кусарские с усиками С клубникой Как всегда Опять плод Собирайте Каждую неделю, полотно собираем Понятно Итак, на вопрос Трес Deswegen купить презервативы? Нюша, что отвечает? Наверное, да Да, я думаю, да Улег, улы existem А компьютер? Компьютер ничего не стесняется и ответит нам Правда это или нет Он был вопрос Ну, он знает Правда Слушай, ну так и пока вообще Она очень хорошо ведет Удивительно, но никакие наши проказные вопросы пока не смутили. Наш сегодняшний гость у Нюши идет честно. Что будет дальше? Следующий вопрос. Я волнуюсь. Вопрос от мужчин ростом не больше 45 сантиметров. Есть такие маленькие мужчины, бегают по городу. Есть такие мужчины. Итак, вопрос. От них, тем не менее. Нюшина, ты когда-нибудь ходила в юбке, не надев трусики? Да. А правда это или нет, мы узнаем сразу после рекламы. На MTV! Заглянем. Заглянем. Заглядывайте. Заглянем, наконец. Иногда лучше не ворошить свое прошлое. Они нашли тело девочки, ее пока не опознали. Оно может ворваться в твою жизнь и сделать ее невыносимой. Мама. Отпусти его. Мама. С миром. Я пришла за ней, она моя. И моя. И моя? Мистический триллер без имени. Прошлое возвращается. В пятницу. В полночь. Матч. Матч. МТВ. Она МТВ. У, у, у. А, кстати, кстати. Я вчера ходил вообще в эксклюзивный бар один. Вообще. Вообще. Опять. Самый эксклюзивный бар. Подожди. Там у него названия нет. Ну. Внимание. Дальше будет сложнее. Адреса нет. Опа, опа, опа. Интересно. И вообще его как бы нет. Понял? Какой крутой клуб. Ну, я был в круче, честно говоря, вчера. Да. Короче, на набережной. Ну. Построили огромный коттедж из красной икры. О. Короче, всю ночь тусили, пили шампанское, заедали стенами. Офигительно. А, ну, неплохо. Ну, конечно, это, в принципе, банально. Потому что я тут в барбихе отдыхал, да? И там, в общем, клонировали Менделеева. Ну. И он сам свою фирменную водку разливал. Бадяжа за баром Менделеев стоит? Это вот этот элемент, элементарно. Какая скучная тусовка, чувак. Я знаю, вообще, клуб реально под Москвой открыли. Короче, суперкрутой клуб. Но вообще никого не пускают. Вообще никого, никого. Это самый крутой и самый пустой клуб в Москве. Чувак. Вообще пустые стены из золота. Белые. Алмазные полы. 20 этажей вверх, 200 этажей вниз. На нижнем этаже по четвергам шашлык делают. Из мамонта на магме. Слушай, ну, я не был, как бы, рассказывают. Не знаю, как попасть туда. Там, я аппетит разыгрался. Может, после съемок по хот-догу? Что по хот-догу? Давай один на двоих, дорого же. А, да, дорого сиди. Да, мы крутые. Я тогда так круто. Да. Да, МКВ. Да. И у нас сидит... Нюша. Сидит пока абсолютно честная с нами Нюша, что пугает. И следующий вопрос был задан до рекламы когда-нибудь. Ходила ли она в юбке, не надев... Нюша ответила, да. Бывало такое проветривание в ее жизни. Компьютер? Компьютер. Дуэйк. В смысле, ну, не сделай это. Да. Правда. Ничего от нас не скрывает, Нюша. Вообще ничего. Я старалась. Всю правду нам, Нюша, прямо вот как на ладони. Ну, хорошо. Тогда еще один вопрос, кстати, который, возможно, возможно, сегодняшний как-то план на вечер формирует. Да, потому что у тебя пока еще нет... Опять про трусики? Ну, важно. Мы переживаем за тебя. Опять про трусики? Подожди, сейчас расскажешь. Нет, про трусики мы все поняли уже. Их нет. Эй. Ну, не всегда. Ну, собственно, в частности... Ой, да ладно, вот эти мелочи все. Да. Итак, у тебя был секс на одну ночь? Ну, если учитывать ролевые игры, можно же учитывать, да? Ну что, ролевые игры? Да. Ролевые игры? Ну, то есть, да, меня, молодого человека. Говори, говори, говори. А в смысле? То есть, как? То есть, прикольно? То есть, мы представили, что мы и только познакомились? Привет, я буду насильник. Слушай, мы с тобой уже 6 лет встречаемся, можешь что-нибудь новенькое? Давай, как тебя зовут, Иван Петров? Оп-па! Новенький отличный. То есть, это учитывается, да? Не так, не так. Не так. Если, допустим, мы представили, что это действительно секс на одну ночь... Нет, это... Нет, нет, нет. Это же, наверное, да. Ты, 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 ты... Вот, ты, ты, ты... И вообще ничем я думал. Лучше бы ты с секс-игрушками играла. Нет, ну почему? Мне кажется, это считается. 7 лет, как одна ночь. Конечно. Компьютер! То есть, один раз в 7 лет, ты, конечно. Раз в 7 лет, ну да. Компьютер! Про ролевые игры там, разберитесь. Правда! Я же говорила. Так. Я сейчас прошу, был ли у вас секс-космос? Если он скажет, ну ролевые игры считаются, тогда да, 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 да. Не все потеряно. К слову, о секс-игрушках, кстати говоря. Да, да, да. Скажи, ты выбрасываешь подарок, если тебе эта вещь не нужна на самом деле? Просто девушки спрашивают, куда? Ну, наверное, нет, потому что, скорее всего, я могу поставить его куда-нибудь поставить. Могу отдать, допустим. Если это мягкая игрушка, она мне не нужна. Я могу отдать его в детдом. Тогда или нет? Нет. Нет! Что бы ни подарили Нюшу, она положит что-то на полку. Поставит. Поставит. Компьютер. Правда. Друзья, я боюсь предположить, что на рекорд идет пока Нюша. Да, уже половина вопросов задана. Еще ни разу не было лжи. Может, мы не то задаем что-то? В это, конечно, нам это мало интересно. Нормально, пенсионеры Житомира. Давай, спрашиваю тебя. Ты можешь встречаться с мужчиной старше твоего отца? Повторю вопрос. Нет, я поняла, я поняла. Хорошо, давайте подумать. Ну, когда-нибудь или вот сейчас? Сможешь ли? Когда-нибудь? Вообще, может? Когда-нибудь? Ну, пока не представляю себе этого. Нет. Компьютер. Компьютер. Разберитесь, Нюша, пожалуйста. Не может ли? Не может ли? Да! Итак, первая ложь, друзья. У Нюши но. Я скажу честно. Пока еще ты сохраняешь все шансы на миллион. Да. И следующий вопрос. Тебе может в этом помешать. Спрашивает тебя детский сад Ромашка. Как бы это забавно звучало? Тебя не смущает, что тебя зовут как свинюшку в мультфильме? Нет. Смешали, к честности. Нет, абсолютно нет. Тебе не смущает это? Нет? Нет, абсолютно нет. Нет, говорить нам, Нюша. Компьютер. Правда. Я смотрю периодически, мне очень даже нравится. Ну, нет, тебе нравятся смешарики? Мне нравится Нюша, она такая забавная. Сам персонаж очаровательный. Кому не дает. Ты смотрела кишелю? Да. Ну, я об этом не задумывалась. Еще один вопрос. Ты принимаешь душ каждый день? Да. 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 Я тоже не стал бы так доверять сразу этому. Ну, да. Компьютер. Мало того, что, значит, без трусов она ходит. А нам еще и. Ой, какая-то вся закрутилась. Нюша, в общем, есть повод задуматься. Есть повод задуматься. Что-то твой организм сам... И у тебя, и у нас. Еще один вопрос. Все интересуются. В принципе, да, все интересуются. Скажи, пожалуйста, ты любишь смотреть порно? Нет. Ну ладно, то, что мы не понимаем. Она же ставит эти там подарки. Правда ли это? Правда. Я не буду спрашивать, как можно не любить смотреть порно. Расскажи просто, почему. Ну, я просто как-то не знаю, не увлекаюсь. Не увлекаешься? Может быть, меня еще не увлекли. Понятно. Нюша, ну, главное, что ты с нами честная была. Продолжаем. Вопрос от одного пацанчика знакомого. Да. Нормальный пацанчик, как бы у него папа... Он нефтью занимается. Когда-нибудь встречалась с парнем из-за денег? Нет. Какая-то вообще-то такая правильная прямо... Правда. А ради чего ты с парнем встречалась? Ради того, чтобы сексом не заниматься этот день. А? Скидоба. Ладно. Еще один вопрос. Спрашивает нам директор Центра координации движений. Семен Мима. Семен Мима. Ты когда-нибудь падала со сцены? Да, падала. Да. Действительно падала. Компьютер. Прежде чем мы спросим подробности, правда ли это? Правда. А где, а где? Куда, куда? Кого ты падала? Я выступала на стадионе, и был дождь. Я поскользнулась, и вот так вот... На руки фаната поделась? Ты будешь такая... Окей. Следующий вопрос. Давай. Спорткомплекс Олимпийский. Главный дальтоник, спорткомплекс Олимпийский, тебя спрашивает. Это тонкий намек. Ты когда-нибудь писала в бассейне? И на самом молчании красноречились, мам. Да-да, мы записали это видео, а теперь... Видел, видишь ли это? Признаюсь. Спокойно. Нет, было дело, было дело, я плавала, занималась, и вот... Плава, я профессионально это делала. Да нет, так вот... Компьютер, компьютер. Правда ли? Наш дорогой. Правда ли? Было дело. Ну, ну честно, честно. Сейчас бы, вот, да, сейчас, ну, с самого дна, царапнули просто, самое дно уже, да? Ну, как царапнули, так... Ну, погладили, да. Так, но не только мы хотим задать вопросы. О, да. Те самые люди, которые пришли тебя поддержать, поболеть, Джокер, так называемый... Теперь подсунуть тебе свинью. Свинюшу. Прости за каламбур. Еще одну, да? Еще одну. Итак, уважаемый Джокер, на экране явись. Проявись. О-о-о! Кто вы? Красивые! И кем вы являетесь в нашей героине? Меня зовут Денис, я пиар-менеджер Нюша. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, подруги тебе завидуют? Скажи честно. Да, мне кажется, любая зависть присутствует. Ну, может быть, белая зависть, может быть, черная. Мне кажется, завидуют. МТ против России. В любом случае, какой-то зависть. Завидуйте по-зеленому. Ну, потому что все люди завидуют. То есть, да, подружки, ты считаешь, что подруги тебе завидуют? Итак, Нюша ответила на вопрос. Она думает, что подруги ей завидуют. Правда ли это? Действительно так Нюша думает. Компьютер. Правда. Да. Ну, пока Нюша в это верит сама. Это важно. Они завидуют ему. Осталось немного. Финишная прямая. Всего три вопроса осталось. Пока всего лишь два нечестных. Хороший результат. Давай. Тебя возбуждает, когда мужчина смотрит на твой грудь? Я не видна, куда вы смотрите. Не видно. Сложный вопрос. Я не знаю. Наверное, нет. Думаешь, нет? Нет. Слишком просто. Компьютер, посмотри на грудь Нюши. Наверное, нет. И скажи нам, правда это или нет. Правда. Просто надо уметь правильно смотреть. Ну, я согласна. Возможно. Скажу честно. Ты интересуешься, с кем сейчас встречаются твои бывшие парни? Да. Интересно. Очень интересно. Всегда интересно. Конечно, интересно. Компьютер. Компьютер. А правда ли это? Правда. Ну и с кем? Не скажу. Ага. Я сама знаю и хорошо. Сама знаю. И уже... Какая-нибудь сучка крашеная, да? Да нет. Да нет, почему? Почему крашеная? Она, мразь, натуральная. Я, собственно говоря, тоже натуральная, поэтому у меня нету. Итак, последний вопрос. Мы просто нашли директора твоей школы. И они вместе с физруком написали нам вопрос для тебя. Это последний вопрос сегодняшней программы. Может быть, в нашем шоу. Ты потеряла невинность еще в школе? Девочки, делай. Раз, два. Все свободны. Нюша, останься. Очень забавно. А я вот школу заканчивала очень интересным образом. Вот-вот. Поэтому попал. То есть да! Нет, это не то, что вы подумали. Конечно. Простой вопрос. Ты невин потеряла еще... В школе? В школе? Нет. Вот я всегда знал, что проблемы с образованием в российских школах. Всегда знал. Вот не умею. Компьютер. Правда. Друзья. Давай аплодируем Нюшу. Она ответила на все уже 20-0 вопросов. И всего дважды! Дважды она всего лишь слукавила. Нюша, давай рассмотрим нас детектор правды, мы тебе скажем честно. Миллион ты уже не выиграешь точно. Но ты одна из самых честных звезд шоу-бизнеса, которая была у нас в студии. Потому что большинство дает намного больше живых ответов. Все лгут. Все лгут. Спасибо тебе большое за участие в нашем шоу. Именно здесь я обычно напоминаю Никите о том, что он должен сказать заученную фразу. Слушайте программу детектор правды на радио Энерджи каждое утро с 9 до 10 часов утра в утреннем шоу Black to White. Снято. Это был Никитос. Это был Таир. Детектор правды на MTV. Нюша, здесь. Вы честны, выгодно. Пойдем раздевать ее. Пойдем, ну как раздевать. По поводу секса сегодня не было, понимаешь? Вечер еще не закончен, да? На самом деле сейчас еще... Съемки у нас вот-вот кончатся на самом деле. У тебя же планов особо нету, наверное? Есть. Да, есть. Ну, мы можем легко вписаться в эти классы. Пойдем, пойдем. Внутри что-то, я сейчас вытащу это. Не бойся, пойдем, поднимаем. Все, можно расставать. Оп, хорошо. Отлично. Все, пойдем. Пошли. И пойдем. Давай, обратим, аккуратненько. Уйти. Что-то мы всех ведем в гримёрку. Стюардессы. Лен Джейсон Эм